За прошедшую неделю возбуждено 30 уголовных дел, сообщила нам инспектор штаба отдела внутренних дел по Полевскому городскому округу Юлия Миниахметова. История с кражей золотой цепочки, которая произошла на прошлой неделе с Полевчанином, на сегодняшний день раскрыта. 9 августа мужчина 55 лет возвращался домой с работы. По пути встретил он девушку, которая предложила ему познакомиться. Мужчина познакомился с ней и решил ее проводить до дома. Проводив до дома, она предложила ему выпить пиво, на что мужчина согласился. Зашли они в магазин, купили пиво, возвращались обратно домой. Девушка увидела по пути молодого человека, который вез в коляске детей. Она сказала, что это дети ее и что она сейчас их отведет домой и вернется. Мужчина девушку не дождался, она ушла с пивом и на себе не обнаружил он золотую цепочку. Спустя неделю данное преступление было раскрыто, девушка установлена, золотую цепочку она сдала в ломбард, проводится проверка. Всего за период с 16 по 22 августа на территории Полевского городского округа зарегистрировано 382 заявления и сообщения о преступлениях. 19 августа молодой человек, познакомившись на улице с мужчинами 81 и 77 года рождения, пригласил их себе в гости домой выпить. Молодые люди, придя домой, договорились, что они напоят хозяина квартиры и похитят у него монитор. Что задумано, то и сделано. Проснувшись, мужчина, не обнаружив монитор, позвонил в милицию. По горячим следам данные лица были установлены, но монитор они уже успели продать за 1000 рублей, а деньги были потрачены на спиртное. Получены признательные показания от гражданина 75 года рождения, который под угрозой насилия похитил телевизор в квартире у своей бабушки в микрорайоне «Зеленый бор». Данный молодой человек ранее был судимый за имущественные преступления. На этот шаг его толкнуло желание выпить. На сегодняшний день мужчина арестован. Возбуждено дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Информация получена в отделе внутренних дел по Полевскому городскому округу. Телефон дежурной части отдела внутренних дел 0-2 или 3-43-40. Телефон доверия 3-26-39. Екатерина Медведева, Сергей Чижов. Новости нашего города.